Проверили знания по алгебре и геометрии в Сарове прошла всероссийская акция «Его для родителей». Школа замещающих родителей, Центр социальной помощи семье и детям проводит набор в весеннюю группу. Танцевальный коллектив «Его-зята» стал лауреатом второй степени во всероссийском конкурсе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый стандартный входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов – мультиплекс. Цифровой сигнал «Не боится помех в эфире» позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео для перехода на цифровое телевидение, ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, стоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Зачастую сдача единого государственного экзамена становится большим испытанием для родителей и выпускников, нежели для самих одиннадцатиклассников. И чтобы помочь взрослым справиться со стрессом, три года назад была задумана акция «Единый день сдачи ЕГО родителями». Она призвана познакомить родителей с процедурой сдачи единого государственного экзамена, получить всю информацию, найти ответы на свои вопросы и снять напряжение перед итоговой аттестацией. Мы всегда полагаем, что дети боятся экзамена, но я совершенно точно знаю, что сейчас уже дети абсолютно адаптированы к этой форме сдачи экзамена, больше волнуются родители. Для того, чтобы это внутреннее напряжение снять и помочь понять родителям, как организовывать взаимодействие с ребенком, накануне сдачи экзамена, вот для этого проводится эта акция. Два года подряд родители писали русский язык. В этот раз предложили сдать математику. Участников познакомили со всеми тонкостями экзамена. Вначале они сдали личные вещи и прошли процедуру досмотра с металлоискателем. Далее увидят процедуру распечатывания контрольных измерительных материалов, получат их, пройдут процедуру их заполнения, в течение 30 минут будут писать задание, ну и дождутся ответов. Екатерина Феоктистова сдавала ЕГЭ в самом начале, когда только ввели эту форму аттестации. Сейчас младшая сестра девушки заканчивает 11 класс и готовится к выпускным экзаменам. Много с ней разговариваем про это, что морально это сложно, но ничего такого в этом нет. Все через это проходили и ничего страшного. После ЕГЭ жизнь продолжается дальше. Екатерина считает, что такие акции необходимы, потому что потом родителям легче объяснить своим детям, как вести себя на экзамене, как расслабиться и как можно лучше себя настроить. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Свои отзывы по итогам очередной сессии школы замещающих родителей будущей мамы и папы оставляют в книге обращений Центра социальной помощи семье и детям. В ней собраны слова благодарности и признательности за возможность разобраться в себе и получить полезные знания перед важным жизненным решением. Задача нашей школы прежде всего такая, чтобы гражданин мог хорошо обдумать это решение. И если он принимает его, чтобы оно было осознанное и чтобы все члены семьи его в этом поддерживали. Именно поэтому психологи предлагают посещать школу замещающих родителей всем, кто будет задействован в воспитании нового члена семьи. По правилам, свидетельство о прохождении школы не обязательно иметь тем, кто хочет оформить опеку над близким родственником. Но им, считают специалисты, полезно восполнить знания по психологии и поучаствовать в семейной психотерапии. У нас главная задача даже не выдачи этой бумаги, а просто, чтобы человек многое понял про этих детей, многое осознал и, может быть, где-то поменял свой стиль общения, воспитания, отношения с этим ребенком. Программа школы замещающих родителей разделена на три блока. Медицинский, где с мамами и папами беседует врач-педиатр. Правовой, где специалисты органов опеки знакомят участников с законодательством в сфере усыновления. Больше всего занятий отведено на психологию. Они проходят в форме групповых тренингов и индивидуальных консультаций. Мы изучаем мотивацию приемных родителей, мы изучаем качества, необходимые для воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей. Кроме того, основной блок у нас идет – это особенности детей, оставшихся без попечения родителей. После прохождения курса участников ждет собеседование. По его итогам будущие родители получают свидетельства, которые прилагаются к остальным документам при оформлении опеки над ребенком. Группы школы замещающих родителей набираются четыре раза в год. Стать их участником может любой совершеннолетний саровчанин. Очередная группа начнет свою работу 18 марта. Более подробная информация по телефону – 757-22. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Антология поэзии закрытых городов – это сборник стихотворных произведений лучших представителей литературного мира ЗАТО. Главная цель его создателей – поиск новых талантливых авторов и развитие дружеских связей между закрытыми городами. Первое издание было приурочено к празднованию 200-летия с дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы вернулись к этой теме, а мы – это города закрытые, потому что антология так и называется, антология поэзии закрытых городов, и формируем сейчас третий сборник. Первая книга антологии увидела свет в далеком 1999 году. Саров тогда представляли 34 автора. Среди них известны и в литературных кругах Любовь Ковшова, Павел Тужилкин, Гелий Александрович, Галина Беднова и другие. Второй выпуск вышел спустя 12 лет. Следующий сборник уже вышел с более молодыми авторами, ну а я надеюсь, что третья антология поэзии закрытых городов выйдет еще с новыми именами, которых мы хорошо знаем с вами в городе, но о которых еще не знают наши друзья из закрытых городов. Первые два тома хранятся в библиотеке имени Маяковского. Познакомиться с ними могут все почитатели поэзии. Есть очень глубокие произведения, есть очень интересные произведения. Каждый найдет для себя что-то свое, что-то для себя откроет, или автора, или какую-то мысль, поэтому надо читать. Заявки на публикацию стихов саровских поэтов в третьем выпуске антологии принимают с 1 марта до 1 апреля. Всего можно представить до четырех произведений. Лучшие работы отправят издателю в Снежинск. Планируется, что третья книга антологии поэзии закрытых городов появится в конце этого года. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Иероним Санахсарский приобрел свою известность после того, как сбылись некоторые из его предсказаний. Старец утверждал, что коммунистической диалоги в России придет конец, что Николай II и царская семья, которых расстреляли большевики, будут канонизированы. Как вспоминают современники, Иероним был добрым и отзывчивым пастырем. Он разделял с прихожанами все их радости и печали и имел дар утешения. Это такая сторона духовной жизни, когда человек воплощает в себе евангельские идеалы. Поэтому весь народ к нему стремится. И это не только внешние какие-то, внешние формы поведения. Это та любовь, о которой говорил Христос, которая побеждает весь мир. Участникам клуба любительской православной книги и гостям вечера рассказали о последних днях жизни Иеронима Санахсарского. О том, как он боролся с тяжелой болезнью, но продолжал нести прихожанам монастыря Божье слово. Одним словом, это невозможно сказать. Человек, сказать с большой буквы, ничего не сказать. Удивительный тоже. Вкратце не расскажешь. Нужна некая полнота или несколько минут, чтобы открыть какую-то сторону его жизни. Это не одна сторона. Он достаточно многогранен. Рассказ о знаменитом старце нашел большой отклик у собравшихся. Организаторы клуба любителей православной книги надеются, что подобные встречи станут доброй традицией. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, СРОВ24. На очередной встрече проекта «Читаем вслух» шестиклассникам предстояло прочитать отрывки из произведений Елены Кашевой «Повесть о сыне». Елена Николаевна Кашевая рассказывает о своем сыне Олеге, о его детстве, о школьных годах, о том, как он стал пионером, о том, как он был комсомольцем, как он вообще пришел к тому моменту, когда в 16 лет стал комиссаром подпольной организации молодогвардейцев. Школьники узнали, как молодогвардейцы готовились к вооруженному восстанию в Краснодоне и каким образом незадолго до планируемого события организация была раскрыта. Прочитав повесть Елены Кашевой, ребята смогли найти ответы на серьезные вопросы. Что такое страх? Что такое по-настоящему тяжелая боль? Что же такое потерять друзей? Что такое потерять мать? Отца бывает. Потерять сына. Это произведение очень берет за душу. Главная задача проекта «Читаем вслух» – привить детям любовь к литературе. Каждый школьник старался прочитать отрывок повести выразительно, чтобы еще больше заинтересовать слушателей. Я хочу узнать, чем она закончится, потому что мне это действительно интересно. В финале ребятам показали отрывок из кинофильма «Молодая гвардия», снятый по роману Александра Фадеева. Следующая встреча в рамках проекта пройдет 13 марта. Педагоги прочитают слух рассказы Александра Цыпкина. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Студент 4-го курса Саровского физтеха Сергея Встратов готовится стать бакалавром в области прикладной математики и информатики. До защиты диплома остались считанные месяцы, которыми предстоит потратить на изучение литературы и научных статей. Свободный от подготовки дипломной работы времени Сергей старается занять общением с друзьями и интересными делами. На предложение поучаствовать в интеллектуально-развлекательной викторине «Двойной отрыв» согласился, не раздумывая. Тут ребята сказали, что будет батл между парнями и девчонками. Захотелось девчонок, конечно же, выиграть, потому что парни лучше всегда. Это же правильно, да? Команде юношей и команде девушек предстояло выяснить, кто из них самый сообразительный и подкованный в области современной музыки – советского и зарубежного кинематографа. Студенты отгадывали зашифрованные в ребусе названия песни, продолжали фразы героев в отрывках из фильмов. Участники старались дать максимальное количество правильных ответов. На обсуждение командам давались считанные секунды. Это происходило сегодня очень спонтанно, просто и прилетали идеи разные. Будущий инженер-программист-конструктор Алиса Казакова – староста курса. Точные науки девушка полюбила еще в школе. А после окончания физико-математического лицея сделал выбор в пользу технического вуза. Алиса активно участвует в общественной жизни Саровского физтеха и занимается медиа-центром. Результатом своей команды Алиса довольна на все сто. По итогам вечера девушки заняли первое место. Было классно, весело. Потанцевали, поугадывали. Узнали фильмов много старых, которые нужно посмотреть, советских. Это развивает. Отучился, по 5-3 дня посидел, пришел, поиграл, расслабился с друзьями, виделся лишний раз. Участники молодежного микса «Двойной отрыв» получили дипломы и сувениры. Специальный приз вручили также самому активному зрителю. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Врач-акушер-гинеколог Алина Левшакова только в начале своего профессионального пути. Под крылом чуткого и внимательного молодого доктора, беременной женщины, пациентки онкологического профиля с проблемой бесплодия и другими гинекологическими заболеваниями. Работы много, признается Алина Юрьевна. Выслушать, разобраться в симптомах, назначить правильную диагностику и лечение. Жизнерадостнее все-таки вести беременных. Это положительные эмоции, это позитив. Все-таки все равно плюсы большие врача-акушер-гинеколога, рождение новой жизни, появление жизни. Но есть и минусы. Это боль, страдания онкологических пациенток. Тяжело смотреть на это. Но для этого и нужны врачи, чтобы сопереживать, лечить. Алина Левшакова родилась в Сарове. После школы окончила Ивановскую медицинскую академию. Получив диплом врача, вернулась в родной город и устроилась в Центр женского здоровья. Подпокровительство Елены Кислой. Именно своему руководителю и наставнику Алина посвятила рассказ в рамках конкурса историй о людях в белых халатах. Она мой наставник. Я учусь от нее. И поэтому у меня не было мыслей о ком-то другом писать. Истории могут быть также рассказаны от лица пациента, коллеги или родственника медицинского работника. Некоторые работы поведают о целых медицинских династиях. Алина Левшакова считает, что такие конкурсы в очередной раз напомнят, что медик – это профессия по призванию. Я люблю помогать самой прекрасной половине человечества. Я считаю, что это мое призвание, чтобы пациентки мои были здоровые, привлекательные, уверенные в себе. Это, я считаю, что мне не важно, чем ходить в салон красоты. Работы на конкурс принимаются до 1 марта. А 15 марта жюри определит победителей. Лучшие истории о людях в белых халатах появятся в группе КБ-50 ВКонтакте, в газете Мединфо Саров и на сайте клинической больницы. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Владимир Ширин работает в Саровском драматическом театре более 30 лет. За эти годы он создал несколько десятков театральных плакатов. На выставке представлены работы мастера за последние 5 лет. Не все, но, как он сам считает, наиболее удачные и выразительные. Плакат чаще всего устраивается так, чтобы зритель, увидев его на улице, заинтересовался, то есть, чтобы он его привлек, заинтриговал, чтобы что-то уже, как сказать, зацепило. Одни названия и картинки саровчанам знакомы, другие нет. Дело в том, что выставка рассказывает не только о местных спектаклях, но и постановках театров Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, Арзамаса. Всех тех городов, где Владимир Николаевич работал в качестве художника-сценографа. Плакаты выполнены в разном стиле и технике. Некоторые изображения словно сошли со сцены. Другие только намекают на главную тему постановки и заставляют размышлять над идеей автора. Я больше сторонник, чтобы в плакате было как можно меньше изображения, чтобы он, так сказать, запоминался. Очень подробные плакаты, картинки, они запоминаются плохо. К тому же не все спектакли, к которым он сделал плакаты, были поставлены. Но вдохновившись пьесой, художник все равно воплощал свою задумку в жизнь. На выставке нет нелюбимых работ, все они выстраданы в муках творчества. Не всегда замысел и идея художника совпадают с точки зрения режиссера. Но в итоге постановщики всегда приходят к компромиссу. И на свет появляется театральный плакат, который становится символом спектакля. Да все оно как-то одинаково легко и одинаково трудно. Потому что, ну, бывает, что легко рождается идея, и потом трудно ее воплотить, так, чтобы она дошла. И наоборот. Экспозиция работ художника представлена в фойе Саровского драматического театра на третьем этаже. Познакомиться с творчеством Владимира Ширина можно перед спектаклем или по коллективным заявкам. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. На встрече главы города с хоккеистами Саров Инвеста речь шла о том, как зарождались и развивались непрофессиональные команды в нашем городе. Как и в случае со многими другими командами, идею создания Саров Инвеста поддержали городские власти и компания-спонсор. Сегодня игры с участием хоккеистов-любителей привлекают все больше саровских болельщиков. Глава города и сам частый гость на домашних играх Саров Инвеста. Я хожу там на игры, когда есть моя возможность, то зрители все больше и больше ходят. И я думаю, что будет тенденция увеличиваться. В команде Саров Инвест играют горожане – чьи-то сыновья, мужья, отцы и братья. И саровский зритель приходит поболеть именно за своих близких. Люди-то такими соревнованиями высокого уровня как-то присыщены, потому что есть телевидение, есть и так далее. Поэтому подчас интереснее смотреть команды, где много своих игроков. Игры с участием Саров Инвеста смотрят не только в нашем городе. К прямым трансляциям, которые идут в группе команды ВКонтакте, присоединяются любители хоккея со всей области. Большой отклик очень из районов смотрят. То есть ваши игры смотрят те районы, те города, которые приезжают к нам сюда играть. Они очень большое внимание уделяют именно зрителям. Однако, как признаются игроки, порой для всех желающих льда в городе не хватает. В перспективе в новом районе могут построить фок. Прорабатывается также вариант муниципально-частного партнерства по созданию многофункционального торгового центра, скрытой ледовой ареной в Старом районе. Я думаю, что чем больше льда, чем больше возможностей у молодых людей, у наших детей заниматься спортом, кататься на коньках. На следующий день прошла первая игра в рамках плей-офф чемпионата высшей лиги. Матч с городецким «Спартаком» завершился со счетом 9-7 в пользу соперника. В субботу до мусоров «Инвеста» будет шанс взять реванш. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В свои 8 лет солист вокальной студии «Олегра» Алексей Федин рассуждает на серьезные темы и исполняет военно-патриотические песни. Самый юный участник фестиваля посвятил композицию всем воинам, погибшим в локальных конфликтах, и ветеранам своими глазами, видевшим те страшные события. Вывод из Афганистана был огромной радостью для многих жен, матерей, детей, воинов. И все женщины молились, чтобы их сын остался в живых. У фестиваля солдатской песни «Богатая история» его организаторами на протяжении 18 лет выступает городской союз старшеклассников «Статус». Свои творческие номера представили солисты и коллективы из семи школ города, дворца детского творчества и молодежного центра. В этом году фестиваль посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Наверняка, если бы несколько павших человек из нашего города их не было, может быть, до нас бы, возможно, и дошли бушмены или же какие-то террористы. Все играет только мужество и храбрость. Сегодня в нашем городе живут порядка 85 свидетелей событий в Афганистане. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Союз ветеранов Афганистана и Чечни оказывает поддержку участникам боевых действий и семьям погибших. Главное направление работы – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы уходили из Афганистана с развернутыми боевыми флагами и знаменами. Это говорит о том, что 40-я Альба выполнила ту задачу, которая была поставлена, с достоинством. Все исполнители отмечены грамотами лауреата фестиваля солдатской песни. Представители Союза ветеранов Афганистана и Чечни вручили участникам памятные подарки с символикой общественной организации. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Кира Близнюк – самая юная участница коллектива. Ей всего 4 года. Свою танцевальную карьеру девочка начала 2 года назад и уже прекрасно владеет акробатическими элементами и умело садится на шпагат. Всероссийский конкурс «Чемпионат легенды» для Киры стал дебютным. Я люблю танцевать. Особенно я люблю танцевать с цыплят и новогодний танец. Каждый раз перед выходом на сцену воспитанницы коллектива серьезно настраиваются. По их мнению, именно от правильного настроя зависит успех каждого выступления. Волнение все же присутствует, признаются девочки. Но справиться с ним им помогает преподаватель, который вселяет в них веру в себя. Мы волновались и очень сильно. И мы боялись, что мы не натянем носки, не натянем коленки. Но самое главное, что нам помогал наш педагог, наши мамы, родители. Они за нас тоже волновались, они нам хлопали. И мы держали себя в руках. Чемпионат легенды проходил в два этапа. По первой очной коллективу предстояло пройти отборочный тур в Нижнем Новгороде, где юным танцорам присвоили звание лауреатов, после чего и газеты попали во второй этап конкурса. Но уже заочный. В нем приняло участие 18 коллективов со всей страны. Из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Казани и других городов. По результатам чемпионата коллектив стал лауреатом второй степени. Мы отчасти плакали. Мы очень сильно радовались. Дети радовались настолько, что у них появилась сейчас инициатива еще больше работать и готовиться дальше к следующим чемпионатам. Конечно, это хорошо, ничего, если лауреаты мы стали в российском конкурсе. В мае ягазята вновь отправятся покорять вершины танцевального Олимпа, но уже в северную столицу. На конкурсе коллектив представит композицию во дворе. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. Сарова, 24. Ольга Черевута на барабанах играет уже пять лет. За это время она наизусть выучила большинство пионерских сигналов и ритмов. На ежегодном конкурсе «Бей барабан» она среди тех, кто показывает мастер-класс для юных пионеров Сарова. Тягу именно к этому инструменту она объясняет очень просто. Я просто смотрела на разные картинки из СССР, смотрела, что вот, там такие красивые ребята, пионеры, так красиво играют, и мне тоже так хотелось. По словам Ольги, у пионеров-барабанщиков очень ответственная работа. Именно они сопровождают знаменные группы во время выноса знамений организации, сопровождают парады и торжественные мероприятия. Своим опытом девушка готова делиться с подрастающим поколением пионеров. Для начала нужно научиться правильно держать палочки. Без этого никак не получится. И нужно уметь палочками играть. Нужно играть не всей рукой стучать палочкой, а нужно только ладонью. На конкурсе знаменных групп гарнистов и барабанщиков «Бей барабан» каждая из пионерских дружин школ города старается показать максимум, на которые способна. Компетентный жюри оценивает четкость шага группы, как отдаются команды, какие сигналы подает гарнист, и знают ли эти сигналы пионеры, как держит ритм барабанщик. 9 мая мы всегда ходим на парад. Каждый год у нас проходит огромное количество традиционных мероприятий, которые не могут обходиться без выноса знамений. Нам нужно открывать наши мероприятия. И открывает всегда лучшая знаменная группа, лучшие барабанщики и лучшие гарнисты, которых мы выбираем сегодня. Десятки ребят в пионерских галстуках, которые собрались в Дворце детского творчества на конкурс «Бей барабан». О советских пионерах знают только из книжек и рассказов родителей. Но, как и прежде, с гордостью произносят гордый пионерский девиз «Всегда готов». И готовы соблюдать традиции и чтить символы этой детской организации. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Семейные эстафеты «Папа, мама, я» – спортивная семья – отличная возможность отвлечься от работы, бытовых проблем и посвятить еще больше времени своим родным и близким. Семья Бариновых на соревнованиях защищала честь детского сада номер 9. Спортивные и активные родители уверены, что в таких эстафетах важен не столько результат, сколько масса положительных эмоций и драгоценные минуты общения с семьей. Они как-то объединяют с семьей. Мамы работают, папы работают, дети в садике, а тут все вместе. И спорт, спорт есть жизнь. Папа Алексей и мама Татьяна – люди спортивные и единогласно поддерживают идею здорового образа жизни. Туристические походы, занятия по стретчингу и многое другое. Своего сына Романа супруги решили записать в футбольную секцию. Юный спортсмен достойно выступил в полуфинале семейной эстафеты и с уверенностью может назвать качество настоящего чемпиона. Чемпион должен был быть быстрым, сильным, ловким и смелым. Эстафета состояла из нескольких этапов. Участникам предстояло обвести мяч вокруг конуса, надеть шуточную хоккейную форму и довести шайбу до финиша, продемонстрировать меткость, ловкость и скорость. Семье Бариновых удалось без труда обойти соперников и завершить практически все эстафеты на лидирующих позициях. Татьяна Баринова считает, что в этом команде помогла любовь к спорту, который, как известно, закаляет не только тело, но и дух. Плюс еще саморазвитие, дисциплина. Ребенок стал как-то организованный, что ли. То есть он знает, что у него, например, среда, суббота, у него тренировка. То есть он обязательно должен собрать форму. По итогам полуфиналов определится список команд, которые поборются за победу на заключительном этапе городских соревнований. Финал семейной эстафеты «Папа, мама и я. Спортивная семья» пройдет 16 марта в спорткомплексе «Юниор». Несколько лет назад эти ребята пришли в Клуб здоровья, чтобы просто поддержать форму. Но пауэрлифтинг настолько увлек их, что стал неотъемлемой частью жизни. За плечами юношей целый ряд профессиональных соревнований. И в этом году в городце воспитанники Центра внешкольной работы в очередной раз подтвердили свой чемпионский статус по троеборью и классическому троеборью. С командой у нас было 6 человек, 3 юноши, 3 человека юноши до 18 лет и 3 человека юнегров до 23 лет. Выступили, я считаю, очень удачно, хорошо. Заняли 4 первых места в весовых категориях, одно второе. В свои 20 Александр Маслов – кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. На соревнованиях в городце молодой человек стал лучшим в абсолютном зачёте в своей весовой категории. Было много участников, много конкурентов, которые были в предыдущих годах. На таких соревнованиях такого типа я могу сам утвердиться, понять, насколько я силён. Александр Маслов помогает своим тренерам воспитывать новых чемпионов. Один из самых перспективных его подопечных – Маркел Кокин. На открытом первенстве молодой человек стал победителем в весовой категории до 83 килограммов, а также стал третьим в абсолютном зачёте, за что Маркелу присвоили звание кандидата в мастера спорта России. Я бы не сказал, что тяжело. Я на место как-то не смотрел особо соперников. А кандидата готовился с сентября. Я примерно планировал эти нормативы выполнить. На самом деле это не такой уж и большой норматив, то есть почти то же самое, что и разряд. В общекомандном зачёте областного первенства по пауэрлифтингу команда Центра внешкольной работы заняла третье место. Уже сегодня ребята готовятся к новым соревнованиям. В апреле спортсмены отправятся в Кстово, где пройдёт первенство Приворского федерального округа среди юниоров и юношей. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Серебро в личном зачёте на первенстве Приворского федерального округа для Максима Синистского равноценно золоту. В отделении прыжков на батуте мальчик занимается только полгода. Он впервые принял участие в турнире такого уровня и сразу поднялся на пьедестал почёта. Как признался юный спортсмен, он был уверен в своих силах. Мне было легко на соревнованиях, потому что я на тренировках занимался упорно, трудился, старался. «Хочу быть как заломен» по секрету рассказал о своей мечте Максим. Самый младший из делегаций нашего города на соревнованиях в Тольятти не потерялся на фоне своих соперников. Мальчик твёрдо помнил рекомендации и наставления тренера. Нас тренировка устраивает, чтобы мы всё делали чётко. Он говорит нам, как нужно сделать всё там, где можно открыться, повернуться. Для Тамары Давыдова участие в соревнованиях различного уровня стало привычным делом. Она занимается у Александра Абакарова уже 8 лет. Первенство ПФО стало для неё особенным. Девушка завоевала бронзу в личном зачёте, золото в командном и получила путёвку на всероссийские соревнования. И теперь усиленно тренируется. Я не в первый раз поеду на первенство России. Всё идёт по плану. Тренировки по графику. Я собрана и готова. Тренеры довольны выступлением своих подопечных. Но, как всегда, есть над чем работать, чтобы довести технику выполнения упражнений до совершенства. На первенстве Приволжского округа отрыв наших спортсменов от ближайших соперников из Оренбурга был минимальным. А на всероссийском уровне будет ещё труднее пробиться в лидеры. Сейчас больше упора делаем на технику исполнения, технику и приземление. На этом очень много теряют дети. Вот в Оренбурге. Там почему они проиграли? А потому что у них приземление было хуже, чем у нас. Отстаивать честь города и области юные спортсмены будут с 11 по 14 марта на первенстве России по прыжкам на батуте и всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды», которые пройдут в Подмосковном, Раменском. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова